От Волги до Енисея От Волги до Енисея От Волги до Енисея От Волги до Енисея По сроке ночной Горбой заливается Деньги ходят гурьбой А мы тут улыбаются Ночь такая замечательная Рядом с тобой Песня русская мечтательная Реется рекой От Волги до Енисея Накадусь через туалетры Россия, моя Россия От Волги до Енисея От Волги до Енисея Накадусь через туалетры Россия, моя Россия От Волги до Енисея Ольга Борисовна, коллектив появился в послевоенное время. когда отстраивали, поднимали Севастополь, когда, казалось бы, было не до искусства. Но, тем не менее, на культурном небосводе появилась яркая звездочка. Совершенно верно. В 1953 году на базе завода «Орджоникидзе» был создан танцевальный вначале коллектив. И он назывался тогда не «Севастополь», а назывался «Севастопольские встречи». И его организовал Кузьмин Петр Павлович. А вот уже чуть позже, в 1960 году, он пригласил Мормышева Михаила Яковлевича, тогда молодого, талантливого, перспективного хореографа. И вот с этого момента начинается развитие и расцвет коллектива. Уже в 1955 году коллектив получает звание «Народный». А уже в 1957 году, казалось бы, только два года прошло, коллектив получает звание «Заслуженного». И получает он это звание за героическую постановку «Заветный камень». И когда ансамбль «Севастополь» приехал в Киев с этой постановкой, и на концерте, на фестивале самодетельного искусства коллективу присваивают звание «Заслуженного». За время существования коллектива, а на протяжении 30 лет, им неизменным руководителем этого коллектива был Михаил Яковлевич Мормышев. Был очень разнообразный репертуар. Было очень много участников, которые были рабочими именно завода «Сергора Дженикидзе». Сюда приходили с семьями. Люди тут знакомились и создавали новые семьи. То есть это была жизнь коллектива, в который стремились все в единую, в одну сторону смотрели. У нас в городе много очень талантливых молодежных коллективов, детских коллективов. Очень у нас прекрасные коллективы. А вот такой, как наш коллектив, это, наверное, изюминка. У нас люди, которые приходят от 18 и нескончаемого до конца, наверное. То есть они сюда приходят и уже не уходят. И очень, конечно, хотела сказать, что когда человек, наверное, занимается народным танцем, он познает душу своего народа. Он проникается своим народом, его традициями, его историей. И это, наверное, главное – сохранить все традиции народного танца. Я, в принципе, имею, наверное, вот такую честь быть причастна к этому. Отдаю свои знания своим участникам. Ну, а они стараются все это донести до зрителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы проехали все наши города и в Питере, и в Москве. Богатство России, Единая Россия, да, Крымская волна, Шолоховская весна на фестивале мы были, родники России. Да за эти годы, наверное, не перечесть, сколько фестивалей. Да. Осталось за плечами. И самое интересное, когда вот приезжаем куда-то, всегда, всегда, всегда отмечаю то, что так, ну, коллектив, ну, вот, изюминка. То есть возрастной такой состав, ну, когда они выходят на сцену, все. Это такая молодежь, это такая молодежь, которая живет душой. Ну, вот, наверное, это самое главное, что объединяет, наверное, коллектив, что это люди, которые влюблены в искусство танца. После работы уставший, но вы на репетицию в коллектив. Что вами движет? Ежедневно причем, в смысле, в репетиционный день. Наверное, уже это, ну, как бы говорят, это болезнь уже. В нормальном смысле слова. 46 лет. Вот так, этим я болею. Как вас поддерживает семья? Не ругает ли? Ну, в общем-то, уже 40, за 43 года уже все привыкли. А, папа на репетиции. А, да-да-да, мы же забыли, что сегодня вторник, четверг, воскресенье добавилось. Так что все нормально. Там все отрегулировано. Что вас тянет в коллектив? Ой, я обожаю коллектив, обожаю сюда приходить, заниматься. Увидела выступление коллектива на сцене «Ракушки». Загорелось, что есть такой коллектив. Нашла информацию в интернете, позвонила, пришла на репетицию. Так осталось. Сколько это было лет назад? Почти год. Я попросила Вселенную найти мне, помочь мне найти коллектив, где бы я могла танцевать. И вот именно Севастополь раскрыл свои объятия и город, и ансамбль. Я осталась здесь ради ансамбля. Сама очень много лет увлекалась танцами, и народными, и круговыми, и восточными, и спортивной гимнастикой занималась. Но вот мечта танцевать в ансамбле, она около 15 лет, наверное, в моей голове светилась. И вот сейчас я, сегодня, можно сказать, мой первый такой вот важный выход. Музыка. 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 Если говорить о репертуаре, вы сохраняете те постановки, которые были в начале становления коллектива? Конечно, вот золотой запас мы, естественно, стараемся сохранить. Я говорю, та же вот героическая, она не одна, но вот если уж об этом говорить, то «Заветный камень» настолько востребованная постановка, что она идет уже 57 лет на сцене. 57 лет, что это? Музыка. Венгерский танец, вот-вот, тоже чардаш, это такой вот, прямо все его любят. И участники, и зрители, и с душой работают. Малые такие формы, игровые, сюжетные, ухажеры. И тебе сердечко не найдешь. А люлька такая вот тоже у нас есть, но мексиканский. Ну, а новые постановки, я стараюсь тоже сохранить те же традиции. У нас большой новый репертуар. Ну, то есть вот за эти 10 лет мы, ну, тоже номеров 40 у нас уже есть в репертуаре. Такое, я считаю, значимое такое прямо. И стараемся именно в той же традиции, как делал я, количественные народы мира. И обязательно свою севастопольскую тематику. Без этого нельзя, потому что вот куда бы даже ни приехали, те же народные танцы, все. Севастополь, ну, обязательно. Ну, как же без того же флотского номера? Как же без яблочко или там, как же без патриотики или еще? Это же Севастополь. Поэтому своя тематика обязательно у нас есть, обязательно есть у нас номера на нашу тематику. Ну, а отколь мы ансамбль народного танца, без этого никуда нельзя. КОНЕЦ Общаясь с Сергеем Михайловичем Бубновским, вы наверняка знаете, врача, кинезиолога, он сказал, что к старости нужно подготовиться. Но имея в виду людей, которые не занимаются физическими нагрузками. Участники вашего коллектива не только молоды душой, они в прекрасной физической форме. И слово «возраст» – это не про них. Что это? Привычка? Понимаете, это, наверное, образ жизни. Что человек не может жить без движения. А танец – это движение. Это вечная молодость. Почему? И нет. И если, ну, можно так сказать, что когда человек уходит на пенсию, он отдыхает, то к нам, уходя на пенсию, приходят отдыхать душой. Душой и целом. Наверное, поэтому все такие молодые, энергичные. Моя специальность – следственная монтажная судовая. Ремонтировал боевые корабли. Формы я держу, потому что… Вы позволите сказать, что вам 77 лет? Да? Мне 77 лет. Я не стесняю своего возраста. Дело в том, что у меня же и дочка тоже хореограф, танцовщица была, работала в Черноморском. У меня внуки уже танцуют. Сейчас, стараясь, выходя на сцену, у меня такой секретик. Я когда пришел в коллектив, ну, с детской самодеятельности, это два притопа, лопа, два притопа. Но когда по мере роста и выходя на сцену в любом номере, я старался, чтобы никто, сидящий в зале, не сказал, что это мальчик, ничего не делает там. Или и так последующие годы, и сейчас, выходя на сцену, стараясь так работать, чтобы не сказали, вот там дедушка, лысенький, работа, вышел на сцену. Так что чувство ответственности перед коллективом, перед собой, это, по-моему, самое главное. Солистом я был и в Венгерском, и в Геройке, и в Матросском. Но, вы знаете, мне очень нравятся маленькие миниатюры. Вот такие вот небольшие составы, 5-6 человек работают. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хочу пожелать коллективу, чтобы он рос в своем профессиональном мастерстве. Чтобы был монолит в коллективе, который один за всех и все за одного. Это самое главное. И чтобы все спешили на репетицию. Чтобы это было такое хобби, которое дает толчок жизни. Понимаете, вот когда у человека что-то получается, в любом деле, он всегда старается жить, бодрствовать, не терять бодрости духа. Это самое главное. Если бы я вас спросила, в чем залог успеха вашего коллектива, наверняка бы ответили – люди, репертуар. Но есть еще что-то особенное, что заставляет на фестивалях людей плакать, аплодировать, встречать коллектив стоя. Когда из трех тысяч участников, из четырех стран мира, из 170 номеров вызывают на бис ваш. Понимаете, в чем дело? Вот, опять-таки, наверное, повторюсь, что когда у нас молодежь выходит, работает техника прекрасная, все красиво, все очень здорово и хорошо. А здесь люди вроде бы как возрастные, да? Но выходя на сцену, у них есть опыт жизненный. И они, танцуя, передают свои эмоции и те чувства, которые получили в течение всей жизни. И это, естественно, трогает каждого зрителя. То есть они с любовью не только к танцу, и плюс свой опыт, который они нажили, они переживают настолько, вот даже в героической постановке, каждый солист выходит, он переживает. Переживает то чувство, которое, наверное, прошли наши участники тех же боевых действий. Мы это все прочувствовали. Мы смотрели фильмы, перед этим готовились. Мы ходили там на эти бастионы. То есть мы знакомились с историей. И люди пронесли это через себя. Вот, наверное, вот это передается обязательно зрителю. А потом, вы понимаете, когда выходят, они выходят с удовольствием. Это такой кураж. Ну, не у каждого ребенка может появиться кураж. А у взрослого он есть. А у взрослого он есть. Когда мы с директором Корабела договаривались о съемке, Любовь Михайловна сказала, вы приходите пораньше, пока Ольга Борисовна соберет артистов в кулак. Но мне казалось, что с вашими участниками коллектива нет в этом случае проблем. Неужели с такими участниками сложно работать? Сложно. Сложно даже я вам скажу, знаете, почему? И сложно, и где-то, может быть. Дело в том, что это люди все со своим уже сложившимся характером. Это не дети, которым ты сказал, тебя услышали, послушали, может, где-то побоялись, может быть, все что. Здесь нет. Здесь надо знать каждого. Знать, чем он внутренне дышит. И к каждому найти свой подход. Где-то пойти на какие-то уступки, а где-то, может быть, нет. Ну, то есть, конечно, однозначно можно сказать, что это не дети, это взрослые люди. И с этим, конечно, надо считаться. Потом они все работают. Ну, несмотря на это, потому что они любят, любят то, что они делают. И приходят сюда, несмотря на то, что не работают, имеют семьи. Они сюда приходят для того, чтобы отдать свою душу, свой талант. Ну, и трудно или легко, да? Трудно или легко. И трудно, и легко, потому что... И в то же время мы все единая семья. Единая семья. Мы понимаем, мы выступаем. Мы... У нас традиция, мы отмечаем все праздники вместе. Дни рождения. У нас семья. Посмотрите, чем отличается, опять-таки, наш коллектив. Вот к кому, на кого не посмотришь, это... Клагерь. Это клагерь. Однозначно. Почему у нас много сюжетных номеров? Что не участник, то типаж. Что не участник, то типаж. С этим, конечно, легко. Если ребенку надо показать и объяснить, что-то сделать, то тут, посмотри, типаж. Он только раскрывается. Помог ему немножечко раскрыться. Вот и все. Да, в этом да. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ольга Борисовна, Вы возглавили уже состоявшийся коллектив. Продолжать – это большая ответственность или интересно начинать все с нуля? Скажем так, когда ушел Михаил Яковлевич, было такое время, когда коллектив взрослый просто разошелся, ну, скажем так. А здесь тоже талантливый руководитель была Кононова Ирина. Ну, это был коллектив подростковый, детский. И вот какой-то период коллектива как взрослого не было. И вот в 2008 году, когда мне предложили, в общем-то, попробовать взять и восстановить какой-то взрослый коллектив, ну, я не могу сказать, что это был уже сложився коллектив, и не могу сказать, что это с нуля, потому что я приглашала участников, которые работали в этом коллективе, и я приглашала участников своего коллектива, с которым тоже работала. Потому что в свое время я работала в нашем институте приборостроительном, работала в ансамбле «Верность» в нашем Севастополе, тоже взрослый коллектив. И вот тех еще тогда, они были молодые, сейчас они тоже возрастные. Ну, вот так мы потихонечку с 2008 года сделали опять коллектив, поставили его на ноги, возросли, так сказать, выросли, поднялись из пекла, как Феникс, да, и вперед. Ольга Борисовна, что позволяет из человека танцующего стать человеком, рождающим танцы? Вы же и постановщик в коллективе. Я, в принципе, сама профессионал тоже, профессиональный хореограф и профессиональная артистка, я работала на сцене, и не один год. И потом танцевала у Яковлевича, когда была в Севастополе, тоже не один год и солисткой была. Естественно, для меня это, ну, я не знаю, взять такой коллектив, во-первых, большая ответственность, я считаю, что когда... Я не могу сказать, что я прямо сразу, да, да, нет, я все подумала, очень обдумала, потому что знала, какая ответственность, что если уж брать коллектив, то надо его довести до такого уровня, как работал с ним Михаил Яковлевич Мурмашев, чтобы честь коллектива сохранить. А это большая, конечно, ответственность. Ну, вот так, ну, по-моему, получилось. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я работаю в школе хореографом по совместительству, и два раза в неделю, вот когда у меня есть, в принципе, есть время, я прихожу сюда на репетиции, если получается, я всегда с удовольствием на концертах выступаю. Я в коллективе самый молодой участник, я здесь всего три года, так получилось, что у меня тут танцуют родители, и планировалась поездка в Москву на грандиозный конкурс «Танцемания», и меня попросили выступить, так как я до этого много лет занималась в ансамбле «Калейдоскоп», то есть у меня есть опыт в хореографии, особенно народной. Вот так я и поехала, и уже третий год здесь танцую, я осталась, мне очень понравилось. Красивые костюмы, яркие постановочные номера, но за этим скрываются, конечно же, огромные деньги. Кто вам помогает в этом? В данный момент, конечно, только спонсоров, как таковых, у нас нет. В основном, конечно, наш корабел, наша дирекция, вся наша администрация, вот то, что нам как-то выделяется из фонда, там обувь нам пошили вначале. Вот сейчас, в данный момент, мы получили новые костюмы, как раз будем их обкатывать на нашем 70-летии. За это, конечно, большое спасибо. Вот, наша администрация, наша дирекция. А зал, какой нам отремонтировать, это же один из лучших залов города. Вот, этим можно похвалиться. Пройдет юбилейный концерт, у ансамбля начинается новый жизненный виток. О чем мечтаете? Что дальше? А дальше работать. Дальше работать новые постановки, новые фестивали, концерты. А иначе как коллективу жить? Ведь понимаете, вот эти все фестивали, концертная программа, это жизнь коллектива. И говорят, если артист любой, неважно, танцор или кто, сцена – это как наркотик. Вот ты вышел один-два раза, все, без этого потом жить просто нельзя. Поэтому я думаю, что коллектив будет жить. На данный момент у нас есть и подростковые группы, есть на данный, опять-таки, момент педагоги-кореографы, есть маленькие наши, юные севастопольцы. То есть у нас есть подрастающее поколение, для которых следует жить. Мечтаю, наверное, чтобы коллектив жил еще не одно 70-летие. Жил, процветал. Ну, чтобы, наверное, когда-то вспомнили, что мы здесь были, что мы здесь жили, внесли маленькую лепту в историю народного танца, в историю корабела. Иванами да Мариями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит. Но слава их высокая тебе принадлежит. Красу твою не старели, ни годы, ни беда. Иванами да Мариями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустись с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Хотелось бы вспомнить человека, который сделал его и народным, и заслуженным. Это Мормышев, руководитель. Руководитель бессменный до своей смерти он был. Поэтому желательно, конечно, обратиться к законодательному собранию, чтобы они приняли решение и присвоить ансамблю народного танца «Севастополь» имя его создателя. Мы поддерживаем эту инициативу. И, собственно говоря, мы тоже участвовали в этой инициативе. Но к столетию культурного комплекса «Корабел» мы разработали программу создания музея. И в этом музее, конечно же, хотели создать страничку, посвященную Михаилу Яковлевичу Мормышеву с его бюстом. И уверены, что это должно состояться, потому что Михаил Яковлевич Мормышев – это, пожалуй, один из руководителей, единственный даже, можно сказать, который вложил в этот коллектив душу, сердце. Он проработал руководителем 30 лет. Его постановки живы до сегодняшнего дня. Так, постановка, героическая композиция, она на сцене уже 57 лет. И сегодня мы представили эту композицию в Книгу рекордов России. И она победила, она прошла в Книгу рекордов России. А также один из самых долго танцующих, так назовем, номинацию танцоров, Валерий Скрипник, также войдет в Книгу рекордов России.